Запах краски и штукатурки с порога. Сразу возникает ощущение нового дома. Для прихожан села успех – это особенный момент. Церковь ждали более 70 лет. Собирали буквально по кирпичику. Люди приносили деньги, собирали деньги. Люди помогали нам. И искали, где продается кирпич подешевле. Кирпич ФСК. Ну и везли народ. И цемент везли, и арматуру везли нам. Помогали жители. Даже и другой верой помогали нам. Бывшие врачи и военные на время переквалифицировали строители. Стены возводили сами. А вот углы выложить помогли приезжие мастера. Купол также доверили профессионалам. Крест простой, без затейливых деталей. Именно такой наиболее почитаем у старообрядцев. Липоване приехали в Астраханскую область в 1947 году из Румынии. Русские по крови они возвращались на родину. В 17 веке их предки сбежали от гонений после раскола церкви. В Астрахане в самой еще есть храм старообрядческий. Но он, конечно, древний храм. А здесь именно у переселенцев, которые вернулись на родину, это первый храм в Астраханской области. Действительно, первый храм. И тем более первый храм, который за столько времени построился, скажем так, в новейшее время. Долгое время строительстве церкви отказывали. Два года назад выделили землю под строительство. О том, правильно ли место выбрали, долго не спорили. На небе было знамение, как мы поняли. На чистом небе оказалась радуга над храмом. И когда освещали храм, то же самое. Мы как построили церковь, у нас чудеса начали происходить. У нас бабушка сюда приехала. Глава области помог в транспортировке купола храма из Ростова. Уже 4 сентября его установили. По планировке храм не отличается от никонианских церквей. Отличия в деталях проведения службы. И еще иконы по древнерусской технике. Цветы совершают крестное знамение двуперстием. Это одно из отличий старой церкви. Иконы у вас старые, наверное. Да, да. Мы стараемся старые еще. Те иконы, которые привезены. Это... Это из Румынии. Да. Это еще из Румынии. Да, да, да. Все из Румынии. Румынии еще привезены из России. И вот это, и вот Николы, чудотворцы. Это все из Румынии. Теперь у жителей новая мечта поставить рядом с новой церковью звонницу. Впереди еще работы по росписи храма. Сюжеты пока не выбрали. Но уже одно ясно. Расписывать будут вновь все вместе, всем селом. Наталья Фомина, Тимофей Кухарчук, Центр новостей.